Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня день российского парламентаризма. Уважаемых земляков поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. 116 лет назад Россия начала работу Государственная Дума, которая приступила к реализации правовых и принципов государства. На протяжении этих лет парламентские институты успешно обеспечивают нормативно-правовую базу для проведения эффективной социально-экономической политики на территории страны. Сегодня, как и прежде, народные представители являются связующим звеном между властью и обществом, базируя свою работу на принципах открытости, тесного взаимодействия с избирателями и институтами гражданского общества. В отличие от Европы, ситуация с природным газом в России только улучшается. Трубы с голубым топливом прокладывают самые отдаленные уголки страны. В Зеленчукском районе завершается догазификация населенных пунктов. Как обстоят дела со станицей Старожевой, выяснял Алий Баташев. Работы по подводу газового стояка к жилому дому номер 172 по улице Комсомольской станицы Старожевой были завершены уже в марте. Буквально через неделю газ был проведен в дом. Хозяйка домовладения Вера Германова с гордостью демонстрирует работу нового газового оборудования. Котла и скромной двухкомфорочной плиты. Теперь не нужно думать о приобретении дров и постоянной смене тяжелых газовых баллонов. Я осталась сама без дедушки. Мне сейчас трудно и дрова покупать газ. Красота. Включила и тепло, и уютно, и хорошо. Дорого вам обошлось это все, да? Ну, около 130 тысяч. Ну, это внутридомовое, да, вот это оборудование? Котел сам, да? Ну, котел и все. Трубы там всякие. Сейчас в Зеленчукском районе прокладываются траншеи. Строятся распределительные сети. Идут работы по прокладке голубого топлива в жилые дома. Здесь еще планируется более двух километров строительство распределительных сетей. Также с подключением жилых домов. Работы ведутся в полном объеме. Материалы все имеются. Стараемся войти в график. Составлен паспорт дегазификации, в который включено 2160 домов по Зеленчукскому муниципальному району. И благодаря этой программе мы надеемся, мы уверены, что газ придет в каждый дом. Прорабатываем, буквально работаем мы с каждым собственником жилого дома. Информируем об условиях участия в данной программе. На территории Зеленчукского района есть 17 населенных пунктов, где еще нет природного газа. Общей численностью населения порядка 50 тысяч человек. До конца 2025 года власти собираются полностью решить проблему газификации Зеленчукского района. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район. Паровозный гудок разбудил городок. Все волнуются, ждут. Ждут необычный музейный состав, который раз в год выходит на рельсы, напоминая о военном прошлом родины. И о том, как важно чтить подвиги своих героев. На перроне ретро-поезд Победы встречала и Фатима Даурова. Утренний Черкесск в ожидании встречи с ретро-поездом Победа. Историческим подвижным составом времен Великой Отечественной войны. Ветераны и жители столицы потихоньку занимают места у импровизированной прямо на платформе сцены. Музыканты раскладывают партитуру и проверяют инструменты перед выступлением. В 10 часов, ровно по расписанию, на железнодорожных путях Республиканского вокзала вдалеке показался победный эшелон. Уникальный поезд, выпуская пары из-под колес и густой дым прямо в небо, громко и торжественно занял свое место. Музыканты раскладывают паузу. Полное погружение в атмосферу 40-х и победного года, когда в крытых товарных вагонах, в легендарных теплушках солдаты возвращались на родину. А на перроне их ждали матери, жены, дети, невесты с букетами сиреней и первых весенних цветов. Зрители видят, как происходила встреча солдат с фронта. Звучат песни победы. И фронтовая гармошка, которая в редкие моменты затишья разбавляла привычные звуки от раскатов, залповых орудий и автоматной очереди своей мелодичностью и напоминала солдатам о мирной жизни. Мы подумали, ну приедет музейный состав, прекрасно, да замечательно. Но когда приходит молодое поколение, все равно должна быть эмоция. Потому что когда есть эмоция, то запоминается больше и надольше. Мы подумали, что если мы это оживим и сделаем ожившие истории страницы, и создадим театрализованное действие с участием, у нас участвуют студенты Ростовского государственного университета по те сообщения, коллективы Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный, приглашенные артисты. И мы подумали, что каждая история рассказана, она будет, конечно же, о железнодорожниках, потому что это наше. Здесь все как в годы Великой Отечественной. Состав на всем маршруте ведут два паровоза, которые действительно участвовали в боевых действиях. Один из них работал на прифронтовой территории во время Сталинградской битвы и до сих пор несет под своей обшивкой отметины от пуль и снарядов. А вот, который ближе ко мне находится, паровоз, это по сохранившимся документам реальный участник Сталинградской битвы. И у него даже под обшивкой котла, когда он проходит, там плановые единицы ремонта, видны заплатки на котле, которые оставили ему следы войны, когда он был пробит котел осколками мин или снарядов. То есть вот такой у нас фронтовой дедушка. В дни Великой Отечественной войны, когда на карту было поставлено само выживание страны, громадную роль в достижении победы сыграла работоспособность железных дорог. Именно на них выпало 70% воинских перевезок за все 4 года. Они обеспечивали фронты продовольствием, войсками, боеприпасами, горючим и техникой. Сердце состава – паровой котел. Здесь, во втором поколении, работает Николай Воравин – машинист и кочегар. Это он каждый раз раскочегаривает паровоз и доводит топку до нужной температуры. С появлением парового углеподатчика лопата не ушла на второй план. Она до сих пор остается основным рабочим инструментом. Николай Воравин лучше всех знает, куда именно подбросить уголь для равномерного горения. Дедушка родной, мама и папа, он работал машинистом на паровозе. Ну, кочегаром, помощником и машинистом. Потом и в годы войны бронепоезд, у них же броня была, бронепоезд на минводы, мышь Тихорецкая. Тихорец был оккупирован. И потом, после войны, он работал. Конечно, я очень трепетно к этому отношусь. Каждый год маршрут поезда меняется. В него включаются большие и малые станции магистрали, чтобы охватить наибольшее число населенных пунктов, расположенных на границах Северо-Кавказской железной дороги. Фатима Дурова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня в преддверии 9 мая стартовала традиционная Георгиевская ленточка. Патриотическое мероприятие прошло и в Черкесске, на улице Первомайской. В нем участвовали представители региональных ветеранских организаций Карачаева, Черкесии, учащиеся школ, руководство и воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкеска. В честь акции Георгиевская ленточка дети подготовили концертную программу. В ней прозвучали патриотические песни и представлены яркие народные танцы. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов города Черкеска Рашид Байрамуков. Он обратил внимание собравшихся на то, что Георгиевская ленточка является символом победы. Вы живете в прекрасной стране, благодаря подвигу наших ветеранов, которые существуют. Я хочу вам пожелать от имени ветеранов, чтобы вы учились хорошо, чтобы после окончания школы, чтобы вы нашли свой жизненный путь, свою профессию, чтобы были достойными продолжателями дела наших дедов-прадедов. Весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 792 человека. Из них 44 498 выздоровели, 23 человека госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. Ветер западный с переходом днем на восточные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6, а днем 20-25 выше нуля, а местами до плюс 16. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный с переходом днем на восточные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 22-24 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z – это избавление от катаракты за один день. С индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марка», а также мужская, женская, верхняя одежда. Только 29 и 30 апреля. Черкесск, улица Горького, 8. Центр предпринимательства. В Доме культуры поселка Кавказский прошло мероприятие для выпускников школы под названием «Выбор профессии», на котором собрались студенты вузов Карачаева-Черкесии и рассказали, как и куда поступать будущим абитуриентам. Подробнее в репортаже Харчибиджиева. Куда же идти бывшему школьнику после окончания учебного заведения? Над этим вопросом ломают головы не только ученики, но и их родители. Ведь следующий шаг должен быть осмысленным. Он очень важен. От этого может зависеть судьба ребенка. Большинство выпускников не знают, кем они хотят стать после школы. Поэтому одна из важных задач родителей является помощь в выборе профессии своим детям. А на помощь родителям приходят студенты, которые уже сделали свой шаг. Так в Доме культуры в поселке Кавказский при поддержке центра занятости ежегодно проводят мероприятия для профиориентации будущих студентов, чтобы помочь ребятам выбрать профессию, к которой они стремятся. В случае, если они что-то не смогут сами найти, центр занятости окажет им услугу по обучению. У нас большой выбор профессий, которые центр занятости проводит. У нас есть рабочие специальности, у нас есть профессии для служащих. Не потеряться на жизненном пути и сделать правильный выбор, так сказать, найти свой путь, выпускникам девятых, одиннадцатых классов помогают студенты из всех университетов и среднепрофессиональных колледжей республики. И каждый из них выбрал то, что ближе к сердцу. Экономисты, лингвисты, инженеры, дизайнеры и многие другие. И вот почему они сделали свой выбор. Ну я всю жизнь была заинтересована в изучении иностранных языков. И когда настало время поступления, мой выбор пал на Северо-Кавказскую государственную академию. У нас высококлассные преподаватели, они высококвалифицированные, у нас интересная студенческая жизнь. Я выбрала эту профессию, потому что это профессия моей мечты. Я всегда мечтала создавать одежду, которая будет удобна, комфортна людям и то, что будет подчеркивать их индивидуальность. Я считаю, что профессия экономиста, она очень востребована во все времена. Бухгалтера, разные люди, любое предприятие в целом не обходится без экономиста. Профориентация дает возможность ответить на один важный вопрос. В каком карьерном направлении развиваться? И такие мероприятия помогают смелее сделать свой шаг навстречу в будущее. Карча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Кавказский. Сотрудники ГИБДД Адагихабльского района провели два профилактических мероприятия. Школьный автобус и некуда спешить. В целях профилактики детского дорожного транспортного травматизма полицейские провели инструктаж в салоне школьного автобуса по закреплению навыков безопасного поведения детей в дороге. Второе же мероприятие включало в себя повышение уровня информирования участников дорожного движения о важности соблюдения ПДД скоростного режима установленной дистанции. А также одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенного для встречного движения. Конечно, при проведении профилактических бесед в кабинетах в школе мы затрагиваем тему безопасного поведения в общественном транспорте. Но все же детям больше запоминается, когда мы проводим практические занятия. Как показывает анализ происшествия, выезду на полосу, предназначенную для встречного движения, сопутствует ряд нарушений. Это управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима. Сегодня мы проводим мероприятия в общественных местах, где наиболее часто посещают водители. Это заправочные станции. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Веки в состоянии Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...